Седьмая глава Будла Гоши, шесть воспоминаний. Вначале он говорит о том, что из себя вообще практика это воспоминание представляет. То есть, внимательность сати, фактор просветления, а воспоминание анну сати. То есть, само по себе внимательность, она и проявляется как вот это анну сати. По отношению к религиозным объектам, когда направлена внимательность, вот это как раз то, о чем говорится. Выделяется десять воспоминаний, из них первые шесть как бы культовую часть образуют. То есть, это воспоминания, направленные на объекты, которые относятся к религии. И они рекомендуются, как уже ранее было, рекомендуются людям, которые вот именно религиозной направленностью, которые склонны к желанию, но у них желание направлено на доброе. То есть, если на низшем уровне такой человек, он жадный, развратный и так далее, чревоугодный, то есть, он склонен привязываться к объектам. А на высшем уровне такой человек привязывается к религиозным объектам, будди, дарми, санги. И это хорошо, поэтому это надо развивать. И вот для этого как раз вот эти шесть практик ему рекомендуется. Но, в принципе, естественно, и всем людям. Как раз воспоминания, они сравнительно безопасны, они не приводят к каким-то трансовым состояниям, которые могут при неправильном их использовании повредить психику человеку. Они приводят максимум к доступу, как он тут пишет, поэтому они могут осуществляться мирянами без особых проблем, и даже им рекомендуются, в общем-то. Вот первые шесть в этом клипе, а вот последние четыре довольно важные, возможно, и даже прямо отдельные клипы на каждый. Там глава будет одна, будут называться «Другие воспоминания», но, видимо, прямо на четыре видео надо будет разбить, в связи, опять же, с важностью вот этих четырех. А дыхание, как правило, делается везде. По-моему, дзен-буддизм почти только на одно дыхание медитирует. А смерти рекомендуется всем видам живых существ, особенности умным и так далее. То есть вот эти все четыре, они довольно важны. Переходим к религиозным. Значит, методика там одна. Садится в каком-то месте, где, по возможности, никого нет, то есть в месте хорошем для медитации. И повторяет определенный текст на языке Пали. Но большинство других буддистских школ, более поздних, как правило, они еще перед собой ставят какой-то объект или представляют его, который об этом напоминает. Допустим, икону Будды, в случае воспоминания о Будде, или с закрытыми глазами представляют перед собой Будду. Здесь в Висудге магии такого нет. То есть, видимо, первоначально не было такого в этой медитации. То есть первоначальная медитация просто повтор определенного текста и размышления над ним. В принципе, есть переводы этих всех текстов. Можно их повторять, я думаю, на родном языке, хотя эта методика не предусмотрена. Но лучше, как и пишет, собственно, автор Буддагоса, лучше повторять именно на языке Пали, потому что смыслы все раскрываются именно на этом языке. То есть, если мы переводим, это будет определенное толкование, определенное сужение смыслов. То есть, это наша интерпретация будет на другом языке. А оригинальный текст медитации, он был именно на Пали. То есть, вот он текст. Тут единственное, что если мы хотим нормально изображать произношение, нужно растягивать те гласные, вот на которым и черточка стоит при произнесении текста. Что тут еще? А, ну и вот там, где стоит ГА, его лучше произносить звонко, как украинское. То есть, Бхагава, оно вообще читается. Но если даже скажут Бхагава, это, по крайней мере, сохранит Б, потому что у нас обычно читают ХЭ, и получается какой-то Бхагава, которая вообще ни в пизду, ни в Красную Армию к этой медитации не принадлежит. Потому что лучше тогда уже Бхагава вот так вот говорить, по-украински как бы. По крайней мере, это БА сохраняет, потому что в оригинале там просто, это БЭ с некоторым таким напряжением, Бхагава. Это что-то такое, Бхагава. Так, ну вот остальное тут, в принципе, не должно для русских представлять. Виджа-Чарана. Вот это вот Джа, который как Йод, а который как Цэ, это Ча. Виджа-Чарана. Сампанна. Дальше все вот эти его комментарии к этим текстам, они в основном чисто лингвистические. То есть он рассматривает эти слова, объясняет другими словами, что они означают, производит какой-то анализ, раскладывает их на части. Иногда этот анализ действительно грамматический, то есть он подлинные там корни выявляет, морфемы. Иногда он что-то такое фантазирует, но в принципе в этом смысле уместно. То есть тут именно смысл такой, что человек произносит слова и вникает, какие смыслы из этих слов могут быть получены. Поэтому он такой комментарий и дает. Начну вот дальше по словам. Араханта совершенный. Ну вот начало, Бхагаван Араханта Самбудга, это частая формула, которую буддисты вообще употребляют, по любому случаю, когда Будду призывают, как бы вспоминают о него. Араханта это совершенный, и пять значений выделяет Буддхагоса, то есть он удалился от всех загрязнений в этом совершен. Он убил, Хата будет, своих врагов, Ари, и его враги это страсти, трияда. Уничтожил спицы, Ара это спицы колеса перерождения, и по этому поводу пересказывает Буддхагоса все 12 недан, то есть объясняет, что такое колесо перерождения. Но он будет это позже делать, и раньше в Абхидгарме это было уже, поэтому не вижу смысла все повторять. Арахати это также достоин, то есть в этом смысле достоин он всех подаяний, почитается богами. И также секрет будет Рагабхава, и как бы вот Ара, Арахабхава, он так еще расшифровывает, то есть не имеет секретов, ему нечего скрывать. Но он говорит, что в ряде конфессий они изображают как бы праведность, но на самом деле они нарушают эти все заповеди, а как бы Арахат, он все равно, он сам соблюдает заповеди по собственной воле, все нравственные ценности, поэтому ему и нечего скрывать в этом плане. Дальше что такое само-самбудга? Ну, Будга, слово имеет первоначальное значение, это что-то типа дневное сознание, поэтому от него получилось слово интеллект, от него же слово пробуждаться, и вот на этих смыслах, в принципе, тут Будвагос их раскрывает, то есть он открыл все вещи, либо он пробудился к познанию как бы всех вещей, само-это правильно и самостоятельно-самом, то есть он самостоятельно открыл правильно как бы все вещи, самостоятельно пробудился к познанию и так далее, вот эти смыслы тут пересказываются вокруг этого. Ну и по этому поводу он кратко пересказывает вообще весь буддизм, там на пару страничек просто темы перечислены, что собственно открыл Будду, он кратко перечисляет просто заголовки, подробно не раскрывая смысл. Видя Чарана Сампанну. Это значит, что он наделен ясным видением и правильным поведением. Ясное видение, как объясняет Будда Госса, включает как все вот эти необычные способности, которые ранее перечислялись, и вообще все знания. То есть, Будда все знает. Правильное поведение, то, что он совершенен совершенно в воздержании, в бдительности во всех факторах просветления, во всех Чханах, всего 15 видов правильного поведения. И в правильное поведение входит также его великое сострадание, то есть, он обладает бесконечным состраданием и любовью к миру. Значит, что мы имеем, что Будда, он всезнающий и всеблагое, если мы рассматриваем аппетиты традиционные Бога, да, в западной традиции. Он всезнающий, всеблагое, но он не всемогущий. В этом плане очень близко манихисту, потому что мы тоже полагаем, что доброе начало, оно всезнающее, оно всеблагое, но оно не всемогущее. Если бы оно было всемогущее, оно бы немедленно всех спасло. То есть, Будда, он может только передать знания о том, как спастись самостоятельно каждому, но непосредственно там насильственно освободить от тьмы он каждого не может. Сугата. Ну, вообще, су это хорошо, гата это идти. Поэтому тут начинают объяснять смысл этих слов, почему он сугата. Потому что он хорошо ушел от мира, потому что он ушел в красивое место, в нирвану. Сундара это красивый. Ну и вот тут применение эпитета какого-то к нирвании, который обозначает... Ну, красиво это все-таки такие предметы материального мира, да. То есть, вот мне кажется, что вот в этом месте как бы показывает, что к нирвании можно применять различные эпитеты, относящиеся к смешанному миру. То, что в манихейских текстах иногда тоже делается. Поэтому тут вот он тоже это делает. Насколько это широко можно применять, конечно, сложно сказать. Это может тоже и вводить людей в заблуждение о сущности нирваны, но в какой-то степени это даже вот булгогос и делается. Также он сугата, потому что ушел правильно, и потому что он правильно отрекся, и поэтому всегда правильно говорит. Вот он, значит, объясняет. Гамана, то есть вот это гата, гата это ушел, а гамана, по которой он идет, это, собственно, благородный путь. То есть ушел, как он ушел, по благородному пути. Рока в еду, это, значит, познал мир. Познал он мир во всех отношениях. Тут будагос и перечисляет все миры, что уже было много раз в объедами. И говорит, что вообще в сутрах называются разные миры, в зависимости от разной классификации. Например, в сутрах могут сказать, что есть шесть миров, потому что вот у глаза, допустим, зрительный мир, у уха, у него мир звуковой и так далее. Пересказывает кратко космологию и говорит, что, в принципе, количество миров бесконечно, поэтому знания будут тоже бесконечны. Тут получается, что, значит, спасение тоже получается бесконечным, что в бесконечных мирах бесконечно страдает бесконечное количество существ, и они бесконечно спасаются. По этой логике, в общем, так получается. Это потом там в Махаяне обсуждали неоднократно. Следующий эпитет Анутаро, это несравненный, то есть нет никого, кого можно было бы сравнить с Буддой, превосходит всех в положительных качествах, но равен другим Буддам. То есть имеются другие Будды, которые тоже имеют бесконечные положительные качества. Не имеет учителя и нет никого подобного ему во всем мире. Пуриса Дама Саарадхи. Саарадхи это тот, кто куда-то ведет, и ведет он их, Пурис это, собственно, личности, да. Ведет их как бы к покорству, к укрощению, к успокоению, к подчинению, ну, к подчинению моральному закону, да. Вот почему он так и называется. Пуриса, он тут говорит, это не только люди в данном случае, это и животные, и духи, потому что приводит примеры из сутра, что Будда тоже их укращал. И он говорит то, что иногда Будда укращает вежливо, иногда грубо. Садха Девана Манусаанам. Садхар это учитель Девана Манусанам, богов и людей. Также слово Садха он связывает с караваном, то есть Будда он как бы и учитель, и караванщик. То есть он приводит караван домой через дикие места, и вот по этому поводу Будда Госса немножко расписывает. Боги и люди, на самом деле не только боги и люди, тут упомянуты просто лучшие виды живых существ, на самом деле он учитель всех живых существ, и может учить животных. И рассказывает там историю, что животные могут, даже услышав Дгарму, ни черта не понимая в ней, улучшить все равно свое перерождение, и во втором-третьем перерождении, услышавшее Дгарму, животное может даже вступить в поток. Рассказывает при этом историю из Сутр про лягушку, то есть лягушка слушала проповедь Будды, ее во время проповеди убили, и она переродилась в божество, просто потому что вот она услышала Будду. Будду, это собственно означает, что он Будда, то есть и вот тут опять эти смыслы, слово Будда раскрывает, что это пробужденный, да, это интеллектуальный и так далее. То есть Будда, это знание, которое вот дневное, четкое, ясное, интеллектуально интерпретируемое и так далее. Будда еще в санскрите будет там. Дагава. Значит, ну как поясняет тут, он довольно много по этому слову говорит. Это означает, что он почитается всеми существами, и это вообще наилучшее слово, которое означает максимальное почтение. Это единственное слово, которое обозначает что-то несозданное, допустим, Махамай, то есть матерью Будды или богами. Приводит то стихотворение, которое я лучше даже вот привожу в оригинале, тут вот с разными смыслами корня Бхаг. От корня Бхага через посредство иранских языков возникла наша Бог. Поэтому понятно, что в индоевропейских смыслов много. Чтобы как бы четко переводить, я бы прямо так и переводил Бог, это Бхагавант, тем более у нас это родственное. А вот те, кого они называют богами, то есть девы, их лучше переводить ангелы, потому что это типичные ангелы, это какие-то возвышенные существа с повышенными возможностями из других миров. А вот Бхагавант это бог. Анализирует подробное словообразование от этих корней по грамматике прямо Панини, то есть он использует грамматику санскрита для понимания Пали. Ссылки на Панини там у него пошли. Ну, основные смыслы этого слова. Получил благословение, оставил желание, имеет успех, развитый, благословенный и так далее. Ну, в общем, это некое добро. Поэтому получилось много значений. Потому что слово довольно абстрактное. Также он раскладывает и по частям. Получается Бхага это Бхагава, то есть бытие. Га это Гамана, то есть идет и хождение. Ва это Ванта, то есть отвержение. Получается, что слово Бхагава значит. Прошел через все бытие и отверг его. Ну, значит, повторяет практикующие эти слова, размышляет об их смысле. Вот смыслов максимальное количество будагоши раскрылку. В принципе, можно, получается, и другие смыслы в этом искать. И по мере этого размышления у него радость возрастает, он успокаивается, возникают факторы концентрации. Но поскольку это рассуждение, то есть он о чем-то думает, Джхана только на уровне доступа. То есть он не входит даже на самый первый уровень транса при этой медитации. Но доступ у него определенный есть. И на базе доступа у него в определенной степени успокаивается сознание, он испытывает радость и так далее. То есть определенный позитивный эффект эмоциональный есть от этого. На базе этой практики развивается уважение к Будде, вера, внимательность, понимание, заслуги приобретаются, страх уходит, может боль переносить, разум устремляется к мирам Будды. И боится совершать зло, так как живет как будто в присутствии Будды. То есть практика способствует нравственности. Воспоминания о Дарме, вот текст. Ну и далее он довольно кратко уже начинает пояснять. Далее в основном он переводит дальше все вот эти. Значит, Сваакха, то это хорошо провозглашенная она. То есть она хорошая в начале, в середине и в конце. Имеется в виду, что на всех этапах развития она помогает. Имеется в виду, что, допустим, когда ее говорят, она хороша, и эффект от нее тоже хороший. Не имеется искажений в значении ее. Ну, кстати, вот да, по буддизму заметно, что искажения минимальные. Потому что христианство в версии католиков порядочно искажено. Там какие-то противоречивые тексты часто с непонятным значением. Из чего многие ученые довольно рано делали выводы, что, скорее всего, тут несколько человек писало по методу дяди Федора. А вот как раз буддийские-то тексты, они некую целостную доктрину представляют из себя. И, скорее всего, искажения там, если и были при передаче, то минимальные какие-то. Способно успокоить страдания. Сандитхико. О, это означает, что она непосредственно наблюдается, когда результаты от нее получаются, то она непосредственно наблюдается. Чтобы наблюдать дарму, надо оставить клеши. То есть, когда снижается уровень страстных желаний, наблюдается дарма. Дидха – это то же, что даршина. То есть, это некие взгляды или философия, поэтому слово Сандитхико может также пониматься просто как правильная философия. Что содержит в себе правильные взгляды на жизнь. Акалику. Кал – время, а акалику – это отрицание времени. То есть, без всякого времени немедленно реализуется. Эхипасико. Приглашают прийти и увидеть. Эхипаса имам дамам, имеется в виду вот это выражение. То есть, приди и посмотри на это учение, на эту дарму. Объясняет, почему она Эхипасико. Потому что на нее можно посмотреть, как на золото. Можно ее продемонстрировать. Но вот с нашей точки зрения, в принципе, тут вот элементы научного. Потому что принципы научного мышления как раз таковы, что научным является то, что можно проверить. Как будто этот принцип Эхипасико, он близок к современной науке. То есть, истина – это то, что можно проверить. И как будто тут явно что-то похожее на это явно говорится. Опанайку – это та, которая должна применяться. Он там переводит еще другим герундиям, поясняет. И дальше, значит, о том, что она напрямую и самостоятельно познается мудрыми. Эффект медитации примерно такой же. Подавляет клеши и только доступ достигает. Воспоминания о Санге вот довольно такое большое. Санга – сообщество практикующих. Вот оно. Первые три воспоминания почитаются на утренних молитвах традиционно буддистами. В основном тоже он тут переводит. То есть, вот первые четыре строчки означают, что они вступили на хороший, прямой, верный и совершенный путь. Ну, почему? Он говорит, почему? Потому что путь хороший, потому что он соответствует дарме. Прямой, потому что избегает крайности. Верный, потому что ведет к нирване. Совершенный, потому что он достоин почитания. Дальше. В Сангу входят четыре пары личностей. Имеется в виду, что четыре стадии просветления и их результаты. Получается четыре пары. То есть, тот, который встал на путь, тот, который получил его результат. И так далее. Таким образом, получается восемь личностей. Так получается, любой буддист, он хотя бы встал на самый первый путь. Получается, это буддисты читают Азами к себе вот эту всю молитву. Ахунэйи – это значит, что они достойны даров. И это связывает он с санскритскими корнями, которые жертвоприношение обозначает. То есть, он говорит, что брахманы совершают жертвоприношение, различные огню и так далее. А буддисты совершают жертвоприношение достойным людям. Это примерно одно и то же. Пахунэйи достойны гостеприимства, достойны подаяния, достойны почтительного приветствия. И это несравненное поле заслуг пуньи в мире. Имеется в виду, что тот, кто помогает санге, тот приобретает заслуги. Поэтому они как бы поле, на котором растет заслуга. Эффекты аналогичны предыдущим медитациям. Дальше, воспоминания о Шиле. Три последующих, довольно редкие медитации. Текстов я даже в интернете не нашел. Я их выписал просто из самого Буддхагоши. Нашел Буддхагошу на Пале и просто выписал там, где он эти практики дает. Есть, опять же, переводы в интернетах. И я не рекомендую, тем не менее, переводами пользоваться. Хоть английскими, хоть русскими. А все-таки читать, как полагается на оригинале. При вот этом воспоминании Шилы это, что это заповеди и их соблюдение. Поэтому они тут вообще идут во множественном числе. Сиилаани. То есть многочисленные заповеди. Когда читается эта молитва, он говорит, что мирянин вспоминает, как у нас свои заповеди, которые он соблюдает. Это монах, монашеские заповеди. В основном он тут переводит и поясняет. То есть первые четыре слова – это различные синонимы для неразорванной одежды. То есть там она не порванная, она не клочками и так далее. Дальше о том, что заповеди освобождают от привязанности. Вот в слове Буджи Саани это значение представлено. Восхваляются они мудрыми, не связаны с ложными взглядами и привязанностью. Вот тут каждое слово, а я перевод под каждым словом пишу, ведут к самаде. Аналогичные эффекты, плюс при осуществлении этой медитации начинает постоянно человек думать о том, как соблюдать заповедь. Воспоминание о даянии – это, видимо, для жадных рекомендуется. Вот она сама молитва. И он рекомендует реально помогать людям, реально что-то давать, делить с другими для развития даяния параллельно с этой медитацией. Даяние – это желание помочь другим, в том числе и материальным. Но не только. Вот, собственно, перевод по его пояснениям. С учетом его пояснения я сделал просто перевод вот этого текста. Но он также говорит, что вот яча-йогу – это яджа-йога, на самом деле, это йога-жертвоприношение. То есть вообще вот это даяние буддистское, он сам-то из брахмана уже, он увязывает с брахманской практикой жертвоприношения, говорит, что это вот такая у нас жертва у нас. То есть богам они жертвы не приносят буддисты, а они вот приносят, помогая друг другу и помогая людям. Аналогичные эффекты предыдущим медитациям плюс развитие склонности к даянию. Воспоминание о богах довольно большое, а комментарий к нему маленький. Тут, в принципе, перечислены всяческие боги буддистские, которые ангелы на самом деле по всей этой. То есть аналог бога – это скорее именно Бхагалан, то есть это Будда. Аналоги ангелов – это как раз эти ДВ. Суть всего этого текста в том, что боги делали добрые дела и достигли, поэтому, различных возвышенных состояний. При чтении этой медитации нужно думать о собственных добрых качествах и думать о том, что они подобны качествам богов, и поэтому собственные добрые качества – они хорошие. То есть вот о чем он говорит прямо в этом тексте. В конце он делает общее замечание о том, что шесть воспоминаний достигают успеха только в арийцах, то есть в тех, кто вступил в поток и дальше, и в архатах. Потому что им очевидно уже качество трех драгоценностей, они имеют достаточный уровень нравственности, даяния, они достаточно подобны богам. То есть реализовать их могут только сами арийцы. Они являются средством достижения очищения сознания, повтор вот этих текстов с пониманием их смысла, и достижения нирваны. Они рекомендуются мирянам, то есть в данном случае он прямо говорит, что рекомендует это мирянам во время упасадхи. Упасадха – это буддийские какие-то дни, в которых мирянин занимается именно практикой. То, что ретрит сейчас обычно называется. Вот именно на ретритах он рекомендует делать не то, что сейчас делают большинство буддистов, пытаясь имитировать концентрации вот эти все, которых они вряд ли могут достичь, будучи мирянами. А вот он рекомендует вот эти вот делать. Медитации и, видимо, и Брахма Вихара тоже. Вот. Ну и что тут еще можно сказать? Фактически это все медитации на самих себя. О чем, кстати, Буддагоша периодически и говорит, то что санга – это сами же буддисты и есть, а самих себе дарма, она в буддистах и находится, они ее и созерцают, это как бы вот внутри. Будда – это конечный идеал, который тоже, как идеал хотя бы тоже в сознании присутствует. То есть при глубоком понимании этих практик, это не медитация на чем-то внешнем, а это медитация на том боге, как бы я вот с манифийской точки зрения это назвал бы богом внутри нас. То есть это воспоминание о боге внутри нас. Продолжение следует... Продолжение следует...